17 января в Центре культуры и досуга Станицы Вознесенской состоялось красочное тетрализованное мероприятие, посвященное Великому празднику – святкам. Сегодня у нас было четвертое заседание клуба и посвящено оно было радостным святкам, которые длятся 12 дней по числу месяцев в году от Рождества до Крещения Господня. Ведущие клубного объединения «Благовест» рассказали ребятам библейскую историю рождения Иисуса Христа и объяснили, что такое святки. Юные казаки и казачки представили калятки, христовки, щедровки, посевания избы – именно те народные традиции, присущие святкам, которые передавались из поколения в поколение и благодаря этому дожили до наших дней. Неоднократно, мы почти ежемесячно собираемся здесь в клубе, проводим по тематике для молодежи вот такие мероприятия. Я скажу, что результат от этого есть. Наши дети становятся духовне воспитаны и больше понимают, для чего это создается, для того, чтобы дети больше были задействованы в таких мероприятиях, а не на улицах. Празднование святок всегда считалось священным и было наполнено радостью и весельем, песнями и плясками. Поэтому руководители вокальных кружков подготовили с детьми рождественские и святочные песни. Я пела, танцевала и играла роль ангела. Каждый день перед этим концертом, каждый раз готовились, репетировали песни, весь сценарий проходили несколько раз. Я пела песни две, одну рождественскую и одну про колядки. Православное рождественское песнопение Матушки Светланы и Свято-Троинского храма Кисель Елены и Дмитрия Шульги внесли необыкновенно яркое и светлое чувство праздника. О Виплиеме, о Виплиеме, весело на вина. Сейчас начались святки рождественские и продолжаются они до сочинника Крещенского. Это до 18 января. Это святые дни и люди их провожают, проводят эти дни веселья и радости. Они ходят, поздравляют друг друга, все ходят в гости, поют колядки, дарят подарки обязательно на эти святые дни. В общем, проводят их как можно веселее, потому что после длительного поста 40-дневного люди уже хотят отдохнуть. Подобные собрания клуба «Благовест» проводятся регулярно, их приурочивают к каким-либо праздникам церковным. И, соответственно, они имеют достаточно немалую важность для детей в их воспитании, безусловно. Воспитание именно культуры, воспитание именно культуры не только как православной, но и народной, русской, казачьей традиции. Это действительно имеет очень большое значение. Собственно, именно поэтому сам я с большим удовольствием принял участие в этом празднике. Праздник с невообразимо давными корнями ожил в центре культуры и досуга. И эту картину старины воссоздали жители станицы Вознесенской. Я хочу сказать, что мы большая дружная семья. И я считаю, что наш дом культуры самый лучший не только в Лобинском районе, но и в Краснодарском крае. Екатерина Клименко, Игорь Исаков, телекомпания Лоба.